Всем привет! С вами Катя и рада приветствовать вас на канале экспертного агентства Whiteville. Ни для кого не секрет, что Москва меняется. Множество новых районов становятся модными, популярными, интересными, и как следствие цены на недвижимость в таких локациях возрастают. Сегодня мы обсудим, в каких районах Москвы стоит покупать недвижимость, если вы ожидаете рост. Чтобы узнать о новых проектах в перспективных локациях, смотрите это видео до конца. Переходим к первому району, который является одним из популярных для инвестиций в этом году. Это локация Павелецкой. Здесь можно изучать эволюцию города и новейшую историю столицы. Последние несколько лет все больше застройщиков и девелоперов выбирают эту локацию. На наших глазах строится множество современных проектов. Помимо жилой недвижимости, здесь также запроектировано несколько офисов класса А и Б. В целом транспортная доступность этого района не вызывает вопросов. Фактически локация Павелецкой совмещает в себе район Замоскворечья и Даниловского района. Но если несколько лет назад это были в основном промышленные предприятия, то за последние несколько лет локация полностью преобразилась. Здесь есть и набережные, множество офисов, салонов красоты и магазинов. Кроме того, недавно была открыта потрясающая площадь Павелецкого вокзала. А теперь предлагаю рассмотреть несколько проектов, если вы рассматриваете для себя инвестицию или семейное проживание. Начнем с жилого квартала Хайлайф. Хайлайф – это комплекс шести небоскребов премиум-класса высотой 24-48 этажей в 9 минутах ходьбы от Павелецкой площади. Ультрасовременная архитектура разработана бюро ADM под руководством Андрея Романова. В проекте спроектированы квартиры без отделки, квартиры с отделкой и с предчастовой отделкой white box, видовые пентхаусы с высокими потолками. Двухуровневый приватный двор организован на крыше единого стилобата. Во дворе выполнен ландшафтный дизайн, зеленый оазис со склонами и холмами, живописным садом и фонтаном. На территории расположен необычный парящий прогулочный мост. Спроектирована зона с открытой террасой для проведения мероприятий. Резидентам доступны инфраструктуры пятизвездочного отеля, консьерж-сервис, тренажерный зал, библиотека с камином, каворкинг. А для самых маленьких жителей – частный детский сад, игровая комната и современные игровые площадки. Проект Хайлайф – это идеальный пример того, как один дом отлично подойдет и для инвестиций, и для собственного проживания, и для будущей перепродажи. Следующий комплекс – это Амарант. Амарант – это 10-этажный комплекс бизнес-класса на 387 апартаментов в районе Замоскворечья. В минуте ходьбы расположена станция метро Павелецка и Павелецкий вокзал. Дом выполнен по архитектурному проекту Бюро Спич в классическом стиле со своими геометрическими пропорциями и плавными эркерами. Амарант большинство наших клиентов рассматривает все же под инвестицию. Отличный вариант студии под сдачу в аренду. Не могу не упомянуть о недавнем старте – квартал премиум-класса Эра. Эра – это жилой квартал премиум-класса на 858 квартир в Даниловском районе. Квартал включает в себя 6 корпусов переменноэтажности – от 27 до 33 этажей. Возможны варианты от студии до квартир с четырьмя спальнями. Отсутствие отделки или отделка вайтбокс позволяет сделать интерьер по своему желанию. Из пентхаусов и угловых квартир открываются панорамные виды на центр столицы и набережную Москвы-реки. В закрытом дворе площадью 1,5 гектара каждый найдет занятие по душе. Большое разнообразие растений, яблоневый сад, зеленый лабиринт, живые изгороди, разделяющие пространство. Проект Эра, безусловно, интересен инвесторам. На самом старте можно выбрать для себя самый подходящий вариант по минимальной стоимости. Но и тем, кто рассматривает комплекс для собственного проживания, стоит обратить на него внимание. На самом деле, в локации Павелецкой, безусловно, существует большое количество различных домов. В рамках ролика мы не можем рассказать обо всех домах, но вы можете скачать наш каталог по ссылке в описании к этому видео. Следующая локация, которая заслуживает особого внимания – это Марина Роща. Скажу честно, среди риэлторов еще несколько лет назад район Мариной Рощи не считался престижным. Сейчас же ситуация изменилась. Район очень развивается, строится множество торговых центров, жилых комплексов. Транспортная доступность заслуживает отдельного внимания. На примере Мариной Рощи мы можем проследить тенденцию развития Москвы и рынка недвижимости в целом. Если раньше премиальные проекты строились исключительно в рамках садового кольца, за редким исключением, то сейчас все меняется и все чаще можно встретить дома премиум-класса за пределами ТТК. На мой взгляд, один из самых достойных проектов Мариной Рощи – это ЖК Прайд. Прайд – это жилой квартал. Состоит из двух очередей на 910 и 532 квартиры, а визуально делится на три части. Первая часть квартала приобрела благородный медный оттенок, вторая и третья выполнены в серебряном и золотом цвете. Можно выбрать комфортную для себя высоту дома. Кто-то любит малоэтажные корпуса, а кто-то жить повыше. В проекте есть секции высотой от 7 до 22 этажей. Прайд по праву носит название «Города в городе». На первых этажах будут супермаркет, кофейня. На территории также будет частный детский сад и школа, чтобы дорога для вашего ребенка была безопасной и короткой. Проект «Прайд» от застройщика «Пионер» безусловно подойдет и для инвестиций, и для собственного проживания. Что мне особенно нравится, в рамках проекта можно выбрать квартиры с отделкой и без отделки. Переходим к следующему перспективному району. Это локация Южный порт. На территории промзоны Южный порт, площадью более 400 гектар, планируется масштабная многофункциональная застройка. В том числе создание жилых кварталов, общественных кластеров и транспортно-пересадочного узла Южный порт и технопарка. Проектировщики рассматривают этот район как полигон для самых смелых инноваций. Уже сейчас там строятся мосты, дороги и крупные транспортные узлы. В будущем этот район станет полноценным противовесом северо-западу с Москва-сити. В целом девелоперы собираются строить 7,5 миллионов квадратных метров недвижимости. Главные надежды инвесторы возлагают на береговую линию. Здесь будет офисный небоскреб высотой 350 метров со стеклянным атриумом в основании. Под его сводами разместят транспортный узел с доступом к остановкам наземного транспорта, такси и веломаршрута. Локация Южный порт будет особенно интересной в перспективе 5-10 лет, но уже сейчас можно рассмотреть интересные варианты. Об одном из таких проектов мы уже рассказывали на нашем канале. Видео о нем можете посмотреть по подсказке в верхнем углу экрана. А для тех, кого интересует покупка, напоминаем, что компания Whiteville может помочь подобрать квартиру в любом районе Москвы. Двигаемся дальше. Район Тушино заслуживает вашего внимания, если вы рассматриваете активно развивающиеся локации. Прежде всего, Тушино – это зеленый район с развитой инфраструктурой. Здесь расположен Сходнинский парк, уникальный памятник природы. С трех сторон он окружен высокими берегами, а с юга находится пойма реки Сходни. Еще одно излюбленное место прогулок жителей района – усадьба Братцево. Активно ведется программа реновации, формируется несколько стартовых площадок под застройку новых проектов. Например, проект Примавера. Примавера – это жилой комплекс премиум-класса в районе Покровской-Стрешнево у набережной реки Москвы. Комплекс расположен на месте Тушинского аэрополя, рядом с Москворецким парком. Четыре квартала с корпусами переменной этажности от двух до 22 этажей. Квартиры выполнены без отделки с высотой потолка 3,1 метра, с балконами через каждый этаж. Редкие форматы из пентхаусов с потолками 4,5 метра, большими террасами и квартир с патио на первом этаже. Из панорамных окон в пол открываются виды на Москвореку, просторный Москворецкий парк, включающий в себя Серебряный Бор и Строгинские затоны. В одном из корпусов предусмотрен клаб-хаус с переговорными и местами отдыха. Для комфорта и безопасности жителей во всех кварталах закрытая территория. Здесь продумана система «Умный дом», интернет во дворе, можно посмотреть фильмы на площадке и поработать на свежем воздухе. Установлено видеонаблюдение и система распознавания лиц. Машину можно оставить в подземном двухуровневом паркинге. И переходим к следующей перспективной локации. Это набережная Марка Шагала. Набережная Марка Шагала на территории бывшей промзоны ЗИЛ протянется от третьего транспортного кольца до старого русла Москвы-реки. Ее длина составит 3,8 километров. Первые 810 метров нового зеленого пространства от проспекта Лихачева до улицы Льва-Юдинина уже готовы. Сейчас завершается благоустройство. Здесь уже обустроили шикарную набережную. Кроме того, планируется более 60 гектар застройки для девелоперов. Придется немного подождать, и этот район наверняка вас удивит. Концепцию нового городского пространства разработал Институт Генпана Москвы при участии нескольких архитектурных бюро. Здесь появится парк, причал-амфитеатр, плавучие сады и многое другое. В основу проекта заложены три базовых принципа – проницаемость, открытость и разнообразие функций. Секретные сады – это будущий парк, берет начало у Даниловского моста и заканчивается у проспекта Андропова, рядом с затоном новинки. Завершено строительство единственной в Москве 150-метровой пристани амфитеатра под открытым небом. Вскоре она станет пунктом остановки речного транспорта, маршруты которого уже разрабатываются. Также здесь появится плавучий спа-центр и сад на воде. Как вы уже поняли, локация активно развивается, в районе практически нет старых зданий. А это буквально глоток свежего воздуха и современности. В перспективе пары лет этот район будет не узнать. Именно здесь активно достраивается жилой комплекс Шагал, на который обязательно следует обратить внимание. Шагал – это жилой квартал бизнес-класса в Даниловском районе, расположенный вдоль набережной Марка Шагала. На первой линии разместились малоэтажные корпуса с тонхаусами и квартирами, начинающимися с четвертого этажа. На второй линии – башни с панорамным остеклением. Такое расположение открывает многим квартирам завораживающие виды на гладь Москвы-реки и озелененную территорию набережной. Архитекторы выполнили дома в непривычном стиле. Фасады зданий облицованы материалами светлых тонов, что делает их легкими и невесомыми. Следующая локация, о которой стоит упомянуть, говоря о перспективных районах – это Мневники, а особенно Шелепихинская набережная. Открытие набережной планируется в 2024 году. Осталось подождать совсем немного, и вы увидите, как быстро здесь начнут расти новые проекты. Жители Хорошого Мневников могут летом отдыхать на лучших пляжах Москвы в Серебряном Бару. Почти треть территории района занимают зеленые насаждения. Кроме того, здесь множество хороших школ. Также в районе Хорошого Мневники находится уникальное архитектурное сооружение – живописный мост. Особое внимание следует уделить комплексу небоскребов Уэлтон Тауэрс. Из окон квартиры здесь открываются виды на город, на набережную, Москворецкий парк и Серебряный Бор. В пешей доступности инновационная частная гимназия Хорошкола с углубленным изучением физико-математических и естественных наук. На территории Уэлтон Парк расположился ландшафтный парк площадью 5 гектаров стилистики Франции, а также спортивные площадки и прогулочные зоны. Жители новых корпусов комплекса будут иметь возможность пользоваться уже благоустроенными территориями квартала. Завершая обзор по перспективным локациям, отдельно хочется упомянуть, возможно, неожиданный для многих Китай-город. Казалось бы, Китай-город – это одна из центральных точек на карте Москвы. Тем не менее, здесь существует несколько уникальных площадок, доступных под застройку премиальной недвижимости. К сожалению, в рамках выпуска мы не можем подробно рассказать об этих проектах, потому что они находятся в закрытых продажах. Но если вам интересна локация Китай-города, обязательно скачивайте презентацию и связывайтесь с нашими брокерами. Наша столица прекрасна и развивается с каждым годом, но мы будем продолжать следить за перспективными локациями. Если видео было для вас полезным, поставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А с вами была Катя и канал агентства White Hill. Всем желаю хорошего дня и до встречи в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok